Слышали бы вы, как она бежала, когда я вкручивал её в патрон. Венчается раба божья лампочка рабу божьему патрону. Привет, просветители. Я думал, что моя деятельность на ютубе подготовила меня просто ко всему. Хорошему. Судите сами. Вот только из последнего. Мы обсуждали с вами идею того, что менструация это выдумка. Самое забавное, что эта женщина вещала. У нас и Питер был античным городом. Татуировки ставили крест на семейной жизни. Опять же, женщины. Мы узнали, как увезти феминистку в лес. С целью вправления мозгов. Желательно себе. Что только наши родные дуболому не предлагали запретить, уничтожить, расформировать. Мне реально страниц в тетради смерти не хватит. И казалось, удивить, а уж тем более напугать меня, просто невозможно. Ну, разве что всё новые-новые помощники феи Блиновской, которые постоянно рвутся в личку в инстаграме с предложением. Пройти марафон желаний по бартеру. И расскажите своим подписчикам. О том, какое вы дно? Обязательно. Вот, прямо сейчас. Так вот, так сильно я ещё никогда не ошибался. Нет, я не про марафоны Блиновской. Если обычно в начале ролика я предлагаю вам проверить наличие шапочки из фольги, то сегодня даже самый плотный костюм из этого материала нас не спасёт. Вот, моя психика уже в хлам. Поэтому призываю запастись подорожником, пустырником, тёплым молочком, транквилизаторами. А если вы пережили сексуальное или домашнее насилие, то это видео вам вообще лучше не смотреть. И вот это, увы, уже не шутка. Не может не радовать, что этот кусок анимации даже на фестиваль попал. Хотя попали на самом деле мы. И не на фестиваль. Злободневненько. Дисклеймер. Если этот мультфильм появился благодаря кружку любителей православного искусства, это ещё не значит, что позицию автора разделяет любой православный человек. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Тут вопрос к тем религиозным группам, которые в ВК и Одноклассниках этот шедевр, появившийся отнюдь не вчера, продолжают на серьёзных щах репостить. Ну и к фестивалю Покров тоже есть парочка вопросов. Международному фестивалю. На минуточку. Попомните моё слово в конце этого мультика вы тоже. Зададите пару вопросов фестивалю Покров. За кого? За этого? И Соня указала на одиноко висящий на шнуре чёрный патрон. А пальцем показывать неприлично. Сказал Матвей. Он же чёрный и страшный, я бы тоже ему отказала. Нетолерантненько. Вот он и повесился. Чуть было не добавил я, но осёкся и продолжил. Не, ну откровенно говоря, герой-любовник в этой истории правда. Слегка пугает. Не слегка. Хотя тут все хороши. Она не вкручивалась в патрон. Я подумал, что бракованная. Оказывается, нет. Я хрупкая, нежная, блестящая. Во мне вольфрамовая нить, а моя шляпка. Вы только посмотрите на её изысканную спираль. У вас есть чувства прекрасного? Судя по всему, чувства прекрасного у него точно нет. Это цоколь, сказал я. Это шляпка. Сказала лампочка и заплакал. Это цоколь, сказал папа. Это шляпка, сказала лампочка. Это дичь, сказал я. Итак, вы отказываетесь. Ну поймите же, наконец, что мы с ним не пара. К тому же он многоженец. Вдовец. Поправил я. Да-да, уморил всех своих предыдущих жен. В таком случае, вступайте в кладовку. Вот это я называю правильное решение. Что нам дано? Героиня не хочет вступать в брак, потому что ей не нравится потенциальный муж. Имеет ли она на это право? Ну, по мысли автора, очевидно, нет. Жених, по мнению невесты, уморил предыдущих жен. Папа думает иначе. Но замуж у нас не папа выходит. Мы на этом канале против пропаганды. Хотя, подождите. Отец в обвинении лампочки даже не опровергает. Он просто приходит к единственно верному решению. Не хочешь замуж, уморил жен? Топай. Простите, ступайте. Мы здесь против пропаганды, но за вежливость. Ступайте в кладовку. В каком там веке фестиваль покров проходил? По-моему, одну известную героиню Стивена Кинга тоже в подобные места отправляли. Для молитвы. Я оставил ее там, на полке, в темноте. Пусть подумает. О чем? Вы тоже заметили, как мило? Нет. Создатели слова испугается, сломается, получит психологическую травму. Заменили на подумает. Нечего детишек пугать? Пусть за всех лампочка отдувается. Всех, кто отказывается жениться или выходить замуж, надо сажать в кладовку. Чего? Я не матерюсь. Я не матерюсь. Паша, держи себя в руках. Всех, кто отказывается жениться или выходить замуж, надо сажать в кладовку. Исключение для монахов и монахинь. Те и так свет мира. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Согласен. Предыдущие кадры просто заставляют к высшим силам обратиться. Вы только посмотрите в эти пустые глаза. Кто-нибудь реально считает, что жених в этом произведении воспринимается положительным героем и отличным вариантом? Автор специально такую чернуху наводит. Не расизм. Три дня мы терпели тьму на нашей кутне. Неудержу Матвей. Он принес лампочку из кладовки и сказал. Надо вкручивать. Ну где же ваш былой блеск? Спросил я. Ээээ, вы заперли ее в темной кладовке на несколько дней. Вы реально не понимаете, куда ее блеск пропал? Слушайте, меня на самом деле папа пугает. Просто садист какой-то. Вероника Степанова, или кто у нас сейчас самый популярный психолог на ютубе. Если вдруг посмотрите этот мультик, поставьте диагноз папе. Ну, практически по аватарке. Я запылилась. Чихнула лампочка. Но стоит меня протереть? Слышали бы вы, как она визжала, когда я вкручивал ее в патрон. Венчается раба божья лампочка рабу божьему патрону. У меня одного ассоциации с преступлением на этом моменте появились. Зато автор в восторге. Слышали бы вы, как она визжала. Какой еще раз вывод ребенок должен сделать? Вот это лицо сильно согласуется с концепцией активного согласия? Похоже, что даму ждет самый счастливый день в жизни. Просто вишенка на торте осознанного выбора. Каспарян с Пушман, посторонитесь со своими свадьбами. У нас тут лампочку замуж выдают. Где Роскомнадзор, когда он так нужен? Не, я не предлагаю ничего блокировать. Где плашка 18+, на весь экран? Что там у нас аниме у детишек вызывает? Молитвы на фоне криков. Не, ну как серию жастик, это конечно норм. Только вот, это же задумывалось как некий положительный момент. У нас на глазах таинство брака происходит. Можно было лучшую антирекламу придумать. Э, точно не злые анимешницы феминистки Чайлдфри и Фурин рисовали? Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре Андрей Цыганов предложил признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и Чайлдфри. Безусловно, нужно расширять права правоприменителей. Мы неоднократно это предлагали. Всевозможные вот эти ЛГБТ идеологии, радикальный феминизм, все эти Фури, Чайлдфри, их конечно надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией, для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям, Роскомнадзору и так далее. Я всегда знал, что во всех бедах России виноваты Фури. Включай! Матвей щелкнул выключателем и стал свет. На лампочку невозможно было смотреть, так она сияла. Ну как? Спросил я. Я... Я... Я кажется счастлива. Прошептал лампочка. Приблизительно так выглядят люди, сознание которых полностью отключилось. Нет, я все же предлагаю еще раз на эти глаза посмотреть. Матвей, позови Соню. Пусть посмотрит, как прекрасно замужняя лампочка. Да, зовите детей. Пусть все увидят, как можно насильно человека счастливым сделать. Закроем в чулане, заставим выйти замуж за нелюбимого человека. Криками насладимся. Полный набор юного скрипыша. Да, эта девочка явно видела некое... Точнее, некий кусок анимации. Символично, что дочь в конце так ничего и не сказала. Как и мать, которая вообще откуда-то сбоку на всю эту хтонь смотрит. Это вот так должна по задумке выглядеть счастливая религиозная семья? Ммм, круто, чё. А потом эта лампочка перегорела и они её ко всем остальным выкинули на помойку. Наверное, автор хотел проиллюстрировать правдивость средневековых постулатов. Стерпится-слюбится и родители знают лучше молодых. Но у него как-то не очень вышло. Зато показать, что психическое и, судя по крикам, физическое насилие – это ок, получилось просто великолепно. Срочно детям прям с детского садика показывать. В обязательном порядке. Ну, чтоб дети знали, как не должно быть. Ну и про закрыть всех неженатых в чулане. Простите, кладовки. Это, конечно, мощно. Не хватает только всё же фури. Ну да, фури с феминистками. Чтобы Роскомнадзор, ну, просто вот в полном восторге остался. Ещё раз повторю. Если на какой-то кусок анимации прицепить слово «православный», а в конце добавить икону, это ещё ничего не значит. А вот если ваш знакомый показывает своим детям такое, вот это уже звоночек. Даже на баз скорее. Наверное, можно было бы ещё много чего сказать по поводу этой, не побоюсь громкого слова, притчи. Во языцах. Но мне надо после просмотра «Психику из-под дивана» венечком по кусочкам доставать. Что-то мне подсказывает, что вам тоже. Поэтому ставьте лайки, комментируйте. Хэштег «Лампочка живи», если досмотрели до этого момента. И, пожалуйста, не показывайте детям подобные православные мультфильмы.